приветствую вас друзья с вами Василий Анатолий блогер из Аликанте из Испании и сегодня в этот вечер я хочу сделать с собой репортаж посвященный уходу из жизни Майи Михайловны Полисецкой это величайший балерина величайший деятель искусства причем международное международного значения то есть это человек мира и они будут многое говорить они будут многое говорить ее сподвижники ее друзья близкие знакомые люди кто с ней был связан даже эпизодически я же хочу высказать свое мнение хотя бы потому что уходит вот эта культурная эпоха эпоха вот таких людей с ее именем для меня было связано конечно очень многое то есть она постоянно в нашей семье это имя звучало мой отец был большим любителем музыкального искусства свое время он поступал в консерватории поступил и какое-то время проучился перед войной в московскую государственную консерваторию на вокальное отделение и безусловно для него было неразрывно вот такие имена как вот моя полисецкая то всегда это звучало в нашей в нашей семье всегда смотрели балетные постановки я никогда не был каким-то фанатиком балета нет но всегда это как-то было мать всегда это было в нашей семье всегда это когда-то может быть меня заставляли потом я просто сам смотрел с удовольствием это все это было ходили в театр в наш театр саратовский опера и балета и многое многих я видел реале в реале сожалению мою полисецкую я не видел вот так вот что если как живьем как это но тем не менее с этим именем действительно прошла вот практически моя вся жизнь периодически она всегда всплывала тем более она всплывала здесь вот в испании поскольку какое-то время она работала здесь и она является почетным гражданином испании то есть это человек уважаемый на всех уровнях сегодня кстати я вот первое что я услышал первую такую новость включив просто телевизор я каждого утра вот включая телевизор просто смотрел новости да то есть вот занимаясь своими какими-то делами и вот такая вот новость очень печальная доска она поразил что хочу вам сказать вот уход таких людей мы не сопоставим с уходом вот скажу сейчас карамову он не сопоставим с уходом политиков я ничего не имею против политиков скажу недавно ушел политик погиб ну знаете вот эти люди они совершенно другой как бы с другой с другой стороны понимаете какой тут я не знаю как как бы это вот вы даже даже выразить мне это сложно они по-своему да они ценны и о них многие говорят о них постоянно все вам включаешь включаешь телевизор так сказать постоянно на столько одни политики только одни политики все они делают это люди компромиссные о них можно сказать что-то и положительное и отрицательное и отрицательное и очень отрицательное вы знаете вот о таком человеке как моя михайловна никогда не скажешь ничего отрицательного никогда какая бы у нее жизнь не была обычно же любит обсуждать там личную жизнь или еще что-то там значит какие-то компромиссы вот ни у кого никогда не откроется вот рот сказать что-то они вот отрицательное поэтому и человек она была совершенно светлый есть такие балерина которых ну что можно сказать наверное да тем кто вообще хочет я имею ввиду отрицательное так вот этот человек совершенно бескомпромиссно совершенно бескомпромиссно она призналась в мире она была вхожа в любые круга любые любые театры куда угодно то есть это величайший человек и конечно вот уход ее он омрачил он омрачил он просто мрачил не буду говорить что кого он хочет просто очень мрачный не было очень тяжелая жизнь тяжелейший жизненно почему она началась очень тяжело очень тяжело я могу ее понять безусловно и и понимая жизнь моих родителей моей мамы ее сестер и моей бабушки сложилось примерно так же как у мая мая михайловна как у ее мама почти мой дедушка тоже был репрессирован по той вот 58 статье хотя он вышел он вышел из тюрьмы по прошествии ли многих лет живым но не здорово я помню рассуждение по этому поводу и его и родители хотя эта тема как-то и старались не обсуждать это была тяжесть было страшнейшее испытание в какой мере прошла это все мая мая михайловна даже представить тяжело есть безусловно тяжелее это все обошлось для нее поскольку ее мама тоже была интернирована тоже репрессирована в общем-то и и я думаю что все эти события они прошли очень красный такой вот чертой красной строкой через всю ее жизнь вот это дата то что вот она ушла второе мая значит первое мая это дата которая не только являлась праздником для всех вот и для моих михал это печальная дата в именно 1 мая в тридцать восьмом году был арестован ее отец затем он был расстрелян и вы знаете вот наверно трудно сказать конечно рассказать это как тут даже вроде бы обсуждать как-то сложно да почему он человеку уходит чем 89 лет практически это это дата серьезный возраст ну вот знаете вот совпало вот так может быть действительно инфаркт то есть то что проходит раньше то есть вот что вот начиналось вот как начинался ее жизнь да она вот красной чертой до до самого последнего момента наверняка эта дата вот наверняка 1 мая вот она воспринимается именно так воспринималась ей так и может быть это и явилась завершающей точкой ударом в ее жизни вот эта дата ну сейчас гадать сложно единственное что хочу вам сказать напоследок я не мог не высказаться по поводу вот этой кончины просто не мог вечно ей память как говорят как это говорят земля и будет пухом и очень жаль очень жаль что такие люди уходят мы будем свидетелями может давно свидетели постоянным постоянного ухода таких людей значимых значимых фигур мирового мирового искусства все вам доброго друзья вот на этой вот ноте я заканчиваю могут такой печальный репортаж у меня сегодня получился тем не менее я желаю всем добра всего вам доброго своему был васильев анатолий блогер из аликанте из испании